Любимый объект съемок у Леонида – соседский грузовик. Вот он заведен, здесь хозяин моет машину, за 15 лет накопилась целая картотека. Есть даже портреты. Привет передает или что, как вы думаете? Бесконечно фотографируя соседа, мужчина надеется, что работающий за забором двигатель навсегда заглохнет. И он, наконец, насладится тишиной. Ради этого он и переехал в частный сектор. Шумит, постоянно ремонтирует, потому что он старый. А дым какой-то, выхлопный, это кошмар. Кузов он срезал болгарками, кувалдами днем и ночью. Пенсионер уже не раз писал жалобы в администрацию. ГИБДД обращался и к уполномоченному по правам человека. Но грузовик с улицы не исчез. Сергей, сосед Леонида, ко всем кляузам относится спокойно. Он и попозировать иногда не прочь. Уже 20 лет у всех соседей террористов. И вы когда куда-то едете, машину заводите, я так же завел и поехал. А так она стоит. Районная администрация встала на сторону любителя тишины. По правилам дорожного движения в жилой зоне запрещается стоянка с заведенным двигателем. Не разрешается и надолго оставлять машину весом больше 3,5 тонн. Вне отведенных для этого мест. Соседский масс весит 5 тонн. Дом расположен в территориальной зоне Ж2. Зона индивидуальной жилозастройки городского типа. Частный сектор. Поэтому стоянка грузовых автомобилей и их прогрев в непосредственной близости от жилых домов недопустим. А вот автоэксперты вступаются за водителя грузовика. Говорят, чтобы большие машины исчезли из частного сектора. Там должен появиться специальный знак. Та дорога, о которой мы говорим, это именно дорога в понимании БДД, которая не относится к жилой зоне, потому что это дорога, а не дворовая территория. И покуда он не нарушает правил дорожного движения, не занимает чужие земельные участки, он имеет право это делать. Такого же мнения придерживаются и в ГИБДД. Пока машина не мешает проезду, привлекать водителя не за что. А вот вернуть тишину, о которой так мечтает пенсионер, все же возможно, если администрация установит знак «Жилая зона».